Рыжий, рыжий пёс. Классный. Ты уже давно здесь живёшь, да? Альма? Пошли, пошли. Доброе утро, ребята! Всем доброе утречко! У нас завтрак переходящий в обед. Вот, толком позавтракать у нас не удалось. Времени не хватило, поэтому мы уже и обедаем. Вот так вот. Суп кушаем. Я варила суп, ребята, с добавлением гречки. Сейчас Сергей будет есть. Тут мясо, гречка в коем-то веке на мясной бульон здесь. Тоже надо иногда. Вот поэтому Лена его и не хочет есть. Так, котлеты и хлеб. Всё, я говорю, блин, на даче столько зелени. Хоть бы нарвали, да, домой. Что-то в спешке и забыли. Кушаем без зелени. Всем приятного аппетита! Спасибо, мамочка! Пожалуйста! Ребятки, и снова всем здравствуйте! Всем привет! Время уже у нас послеобеденное. 16 часов, практически ровно. Мы только выезжаем на деревья. Хочу всех, хотим мы вас поздравить с первым днем лета. Это раз. Посмотрите, какой у нас первый день лета. У нас льет дождь. У нас похолодало на градусики, по-моему, 13 градусов. И зарядят дожди на пару дней. Вот. Поздравляю, тем не менее, всех с первым днем лета. Пускай это лето будет самое классное, запомнится яркими эмоциями. Хорошей погодой, какими-то семейными поездками, отдыхом. Хорошим отдыхом. Лето. Это не только работа, да. У многих есть и огороды, и частные дома, и так далее. Это не только работа. Не забывайте отдыхать. Кто бы говорил. Да, Слава не отдыхает. Ну, вы отдыхаете, да. Отдыхайте. Смотрите наши видео за чашечкой кофе. Это все шутки, ребят. На самом деле, да. Больше времени. Лето. Ну, как говорится, это пора отпусков. Надеюсь, что у вас этим летом у каждого есть отпуск. Хотя бы какая-то неделька. Вырваться. И именно вырваться с семьей. Потому что семья – это самое главное. Наши родные и наши близкие. Выбираться с ними. И отдыхать, проводить время. Ловить каждую минуту, чтобы потом зимой, зимними вечерами сидеть за тарелочкой борща. И вспоминать. И вспоминать, да. Летние денечки. Вот так, ребята. И также с 1 июня – День защиты детей. Всех детей. Тоже поздравляю с этим праздником. С этим праздником всех родителей. Дети – для нас это все. Это наши кровиночки. Наши чадо. Мы их очень любим. Бережем. Пусть они будут здоровы. Пускай радуют нас. И мамы, и папы, и бабушек, и дедушек. И пускай у всех все будет хорошо, ребята. А мы подъехали к магазину. Взять, как обычно, хлеб. И у меня дома нет лука. Мне лень идти вечером в АТБ. Потому что если мы пойдем в АТБ, я потрачу бабки. А мне надо всего лишь лук. Поэтому здесь в магазине мы видели, вроде какие-то есть овощи. Сейчас зайдем, возьмем хлеб, лук и чай. Чай зеленый на даче у нас закончился. Лена с нами не поехала. Ну и погода такая. Мы, в принципе, не сильно настаивали, чтобы ее таскать. Все. Погнали. Какие цветочки? Как называется, ребята? Напишите мне в комментариях. У нас, по-моему, тоже такие есть, но у меня они почему-то еще не цветут. Смотрите, какой прикольный. У нас на даче такие были. Название не знаю, не помню. Эти густы уже отсвели. Так они красиво белым отсвели. Так, лука там нет. Взяли чай, хлеб и все. Ой, а лука нет. Ну все, значит придется идти вечером в АТБ. Снимаем маски. Так, мы сейчас заедем быстренько в строительный магазин, глянем на эти, на замки. Замок для двери. Чем черт не шутит, ребята? Попробуем. Да, решили попробовать довести дверь. Вдруг что-то получится. Там еще где-то что-то надо пересмотреть, подпилить, чтобы она еще не так натягивала. Ну уже петли мы как повесили, уже перевешивать не будем, потому что там видели, да, оно раздолбленное все вот такое вот. Ну уже лучше. Да, да. И не отпадает дверь. Тоже каждый раз, блин, открываешь, она бах, верхняя петля. Она вверх ногами была. Не сверху этот стопорочек, короче, а снизу. И он выпадал. Вот. А там даже лишний раз проблематично вот дверь, чтоб ее подчесать и снять с петель, ее не снимешь. Ее не снимешь. Не снимая петли, потому что там получается... Она не выйдет. Нет запаса, там дверь, ну, чтобы с петель ее снять, ее надо на вот столько, да, чтоб с этих петель, да. Надо приподнять и снять. А там приподнять некуда. Она упирается. Да, над ней она упирается, короче, в такой порожек, не знаю как сказать. Вот. Поэтому ее не снимешь лишний раз и будем подпиливать, посчесывать где надо не саму дверь, а коробку дверную. Вот так вот. Ну, ребята, побродили по строительному немного. Набрали мы зато этих шурупов, да, шурупы называются? Шурупы. Да, шурупы разнокалиберные. По 20 штук разных. Потому что вчера он искали, не хватало, чтоб были разнобойные. Вот. Взяли стамеску, потому что мы вчера шутковыривали и топором, и отверткой обычной. Это стамеска, которая такая, ну, металлическая, толстый металл. И сверху здесь такая железная штучка, потому что можно молоточком стучать. Вот. Удобная резиновая ручка. Ну, стоит она так 95 гривен. Вот это. Взяли, короче... Для шуруповерта. А, да. Штучка. Штучка для шуруповерта. Я себе в сумку награду. Или в карман кидайбу. Я если в сумку положу, я там не найду. У меня такой бардачина там. Вот. Что еще? Взяли вот такую вот, ребята, дверную ручку. Был выбор либо просто с собачкой сама ручка, либо с замочком. Мы выбрали с замочком. Ну, такой он не ахти, но мы взяли дешевенький, потому что сами видели, какая дверь. Дорогой замок за 500 гривен ставит. Ставить на нее вроде как, ну, этот самый. Там еще надо будет расковырять, подковырять, чтобы он подошел. Пойдет такой. 195 гривен. Ключики в комплекте. И все. И что еще? И больше ничего. А, мы еще в магазине круассанчики взяли. А, смотрела ж я. Мне ж пишут. Спасибо огромное. Все, кто мне напоминал. Особенно Веронике Никитиной. Она постоянно пишет. Юля на коленнике. Юля на коленнике. У меня это в голове. Тихо, тихо. Маячит. Вот. И как раз были строительные. Да, да, да. Посмотрели на коленнике. Два вида. Ребята, блин, они массивные. Они мощные. Они огромные. Юля, я как терминатор выйду у них. Мне что-то такое маленькое какое-то. Надо будет, наверное, потом будем на рынке зайти в садовый магазин посмотреть. какой-то. Потому что там строительные. Они вот такая толстая резина. Их поднимаешь на коленнике. Они сами по себе такие тяжелые. Ну, короче. Мне кажется, что слишком массивно это все. Цена их 200 гривен. Вот. А вторые вообще такие от низа до середины ляжки такие штуки надеваются. Ну, тоже не то. Ну, будем еще искать. Посмотрим в садовых магазинчиках. Да, погода, конечно, не радует. Смотрите, небо как затянуло. Ай-яй-яй. Ну, ничего. Мы и в доме там работы найдем для себя. Стяныч, ты меня встречаешь или машину? Нет, нас встречают. Да. Смотрите, ребята, пионы. Красота, красота. Под дождем от мокрыты они нагнулись. И жучара. Здравствуй, мой друг, хороший. Что ты попку заносишь, а? Что такое? Ты как будто похудал что-то. Или шерсть скинул, выленял, или что? Так, ребятки, операция по внедрению замка. Операция. И другие приключения артистов. Не подходит чуть-чуть, приходится. Что, нормальная стамеска? Да, да, хорошая. О, лучше, чем мы вчера отверткой, да, долбили. Сейчас проделает Сергей Дерамаху здесь, чтоб подходила. У нас вверх надо еще, не влазит. Пробьем. Оп. Оп. Тут, видишь, она расщепелится, можно будет подбить потом, если что, чем не, не знаю. Короче, делаем сейчас отверстие. Две дырки здесь, в принципе, есть то, что нам надо. Ну, как-то, как-то будет, ребята. Как-то придумаем. Ну, вот он, короче. Завесили мы сюда, чтоб не сильно дуло. Короче, у Сергея вчера дверь пока делали, все, спина схватила. Да, пошла клеить. Да, сильно не буду так, этот самое, ходьбу показывать, потому что кривенько сегодня ходится. О, что, входит? Уже. Еще надо. Не, наверное, вон, да, оно видно где. Внизу. Угу, да. Кривенько сегодня Сережа ходит. Ну, это такое, спина, видите? Чуть-чуть вчера дверь была открыта, оно дуло, потому что, видно, у нас окно продувает, сквозняк былый. Пройдет. Да я уже сегодня переживаю, поэтому занавесила, чтоб не так стифонило. И тут камин включили. О, хорошая стамеска. О, бах, бах. Вот, смотрите, такие ключики, замочек. Ну, он такой, он хиленький, конечно, но, думаем, какое-то время прослужит нам. Тук-тук-тук. Короче, распанахали, оно всыпется, все нафиг рассыпается. Мы уже все применяем. В замке уже не раз вставляем. Замки уже не раз вставляем. Только вот раз ездит. Все, надо ее пошире сделать. двери нема она все начала ломаться ребята думали что она такая конкретная она что-то будем лепить так вот здесь еще рассверлили ребята дырку вот здесь проделали вот таким болтом зажмем с двух сторон короче дверь у нас все равно не входит в косяк где-то еще надо дело в угол застревет собака болгарка здесь только счет и правую краску до полирую дофига придется придется топором и теперь она на петлях повисела на этих новых и немножко просела есть такое да то есть у нас всегда закрывали открывали просила теперь опять блин низ мешает вы спросите почему дверь не счесывая ну но я не снять отсюда она не дает вот эта штука вверх не дается не чтобы я снять она полностью петли снимать от этой болгарки только вонь дал по дереву такая пылю к да да блин капец просто ой собачку эту забей ну шо есть продвижение че нифига или так же как было это вроде есть да во блин а короче такие дела ребята возимся возимся с дверью поставили ребята замок да конечно она распонахла и тут гвоздями сбили короче и тут кнопку еще надо короче начала на видите расходиться вообще по швам вот очень сложно это было с таким материалом работать правда и там еще почесали и пытались и бок и здесь же эту делали ну эту штучку а она все равно плотно не становится пришлось ее так вот сместить видите в сторону ну потому что по другому никак так вот в итоге что мы имеем в итоге вот так но все равно она не свободно закрывается надо этот нажимаю сюда и все чуть сильнее это ударило да нет эта штучка почему-то уходит она все на ног липкая лишь мы дешевый взяли тут есть топорок но давай еще подкрутим его а ну да надо попробовать потому что она чуть-чуть я нажала сейчас камеру положу короче ребята закрывается вот так вот без напористости по-другому никак так кошмарик давай проходим бы сейчас пристегну тебя вот так вот приходится смотрите смотрите все нажали сюда вот закрыли все у нас есть изнутри замочек у нас есть изнутри крючочек вот и опять приходится нам надавить потому что она все перекошенная она ходит приходится надавить чтобы открыть может быть она еще потом разработается но сейчас она по-новому немножко мы там с чесали там с чесали мы чаще начнем и и этот самый может она со временем не так будет это лучше прижимать вверху надо прижимать ничего пойдет короче стало закрываться хотя бы то она не закрывалась так попробуй здесь что-то придумать все разбито и разболтана но пока временно вот так будет все конечно там посчёсывали она сильнее продавать все посмотри какой строчельник сейчас это надо быстренько убрать мы сегодня это толком ничего и не снимали да да провозили это жизнь жизнь это вот жизнь держись надо хотя бы раз ли не позвонить да я хочу время посмотри мам смотри давай короче убираем и будем чай пить да да все ребята уже и темнее пока мы освободились блин как ее лопать ею так что я взяла пакет и хочу домой набрать ребята зелени бы мы сегодня утром блин и вчера вечером такие думаем а шутцы у нас нету изделий не представляете как так у нас есть дачи у нас есть зелень а дома в квартире о шиповник видите зацвел вот а дома в квартире не ни единой зелени не пойдем же мы на рынок покупать имея свою правильно уже темно пока совсем не стемнело и дождя нет отдела калоши и иду на рву шпинат петрушку и зеленый лучок и укроп у меня такой огромный ребята у огурцы смотрите как они растут время почти 10 часов у нас уже нужен из сергея спина совсем блин схватила мамка готовит а у меня что-то ребята спина клиник то и дело ноги подкашиваются поэтому я сижу снимаю неужели я этот самый опять начну на дачу пешком ходить подожди мать не я буду тебя возить как-то с подъезда выходить буду капец ребята дело пропало ну чё зато дверь сделали ну да у тебя там и продула наверно папка да да что сделаешь надо было в молодости беречься сейчас уже поздно об этом говорить так и я когда-нибудь скажу а мне писали аюля не слушал надо было молодости себя беречь так ребята шоу и бутербродники будем кушать бутербродики с зеленью всякой разной и пить чай все время 10 часов вечера часто записали еще видео на канал цены нет потому что люди ждут ответа на свои вопросы вот 10 часов мы будем садиться пить чайочек вот они наши бутербродики вот она наша зелень вот она наша соль и все в принципе как что здесь это что стакан стакан да это я обрезала я красила окно и кисточку кстати чтобы не выбрасывать мусорку я наливала в баночку в бутылочку обрезанную это с жидкость для снятия ну для типа бензина и туда кисточку и если белой краской ей снова пользоваться то можно и заново еще раз попользоваться тем более я потом еще буду красить второй раз вот и все вот и все так лавочка моя импровизированная оп выдвигается костик он идет костя то он задолбал кричит и поел и одно и второе все но кричит и кричит потому что он хочет колбасы а мы его колбасой не балуем иначе он разбалуется жук уже разбаловался рассказывал кости выбирает с каши на засранец так все ребята всем приятного аппетита приятного аппетита ребята